всем привет я давно уже пришла с работы покрасила сегодня себе волосы сейчас вот немножко уложила особо не укладывала высушила просто феном такая красота так блестят волосы класс что я еще сегодня делала я сразу сказала я сегодня готовить ничего ничего не буду есть рыба вчерашние запеканку мы все съели кто не смотрел предыдущий влог посмотрите макароны есть в общем огурцы помидоры куча еды в общем есть я не хочу сегодня ничего готовить но я испекла пирог у меня стояла банка сметаны пропадала вот и творог у меня был в общем я испекла пирог потом вам покажу такой на песочном тесте с малиной из заморозки достала малину и прошу прощения и залила такой сметанно-творожной такой заливкой в общем впервые делала этот пирог вот не за получился у меня нет но по-любому будет вкусно не знаю это же такие ингредиенты должно быть все вкусно все я больше ничего не готовила по пылесосила помыла посуду дети в школе сейчас я немножко подкрашусь скоро придет кирилл из школы муж придет с работы выучим с кириллом уроки и я предложила мужу сегодня сходить в торговый центр у нас сокол рядом вот но и зайти еще по пути в парочку магазинов которые будут по пути встречаться мне нужны джинсы джинсы и какая-нибудь кофточка но я еще хочу себе ботиночки в общем надо посмотреть по магазинам походить я собиралась одна это сделать но одной как-то не очень не интересно скучно муж сказал может быть еще в кино зайдем какой-то прикольный фильм вышел кинотеатрах может быть зайдем еще в кино смотрим сто лет уже не мыли в кино я даже не помню что мы последние смотрели по-моему этот непослушник в прошлом году мы смотрели не помнили зимой или весной мы смотрели непослушник русский фильм давненько не ходили в кино конечно же хочется что еще пустые баночки на лба смонтировали но не хочу завтра смонтирую и сразу выложу завтра у нас 30 не 29 завтра пятница выходные вообще время пролетело недели летит недели за неделей просто пролетают грустно так что-то от этого время летит так неумолимо а в жизни ничего не успеваешь просто не не успеваешь жить как говорится вообще вот день у меня проходит но смотрите я иду на работу ну к восьми до восьми часам иду на работу в 12 я заканчиваю работу прибегаю домой голопом причем я бегу потому что кирилл уходит школу ну чуть я прихожу домой и через некоторое время он уходит школу и через день костя получается с ним ходит через день они вместе ходят в общем а через день и в разное время не ходит в школу в общем так и я провожаю в школу быстренько кушаю потому что я по большей части физически работаю даже за эти четыре часа я сильно проголодаюсь так сказать поэтому я обязательно обедаю и занимаюсь быстро домашними делами какая-то ежедневная уборка и то это не уборка а просто вот попылесосить и все иногда вытереть пыль раз в неделю вчера я даже поймала себя на мысли что я две недели не поливала цветы просто знаете как-то не знаю не до этого наверное было приготовила кушать закинула там как-то стирку допустим попылесосила все и уже приходит кирилл из школы мы следимся за уроки он делает большинство уроков сам но есть такие которые с ним нужно сидеть это например математика вот что-то подсказать порешать проверить поэтому на это тоже уходит время конечно если не будешь следить контролировать и он просто ничего не будет делать один однажды я работала вечером попросили меня выйти и получилось так что я мужу сказала что сделайте с кириллом уроки но на следующий день выяснилось что они половина не сделали просто потому что кирилл сказал что все больше ничего не задали хотя задание было все написано в дневнике ну муж не посчитал нужным проверить это просто поверил ему на слово так сказать и и половина уроков было не выучено и я вот на вас понадейся вообще блин ничего не сделали нужно контролировать проверять тут еще костя конечно старший сын но его меньше контролирую он уже более взрослый ну хочется тоже иногда проверить у него руки посмотреть чем это занимается что делает чем живет в общем не пускать на самотек так вот так все-таки немножко следить да за его успеваемости за уроками в общем у меня поняли не хватает времени просто жить не хватает времени куда-то сходить просто в магазинам я сегодня зашла в бум думаю есть у меня пять минут свободных после работы зашла бум это у нас такой оптовый магазин дешевый типа как светофор по такому типу зашла ходила там музыка играет в зале походила посмотрела там кое-что купила ваниш кстати нашла пустые баночки кто смотрел блин прям задыхаюсь я говорила про этот ваниш нашла в 139 рублей бутылочка взяла ванишки это печенюшки взяла в общем походила и так у меня релакс шоппинг по буму и вот сегодня я уже мужу звоню я говорю ты пойдешь со мной или я пойду одна по выходным как-то тоже вот знаете прошлую субботу я работала потом то поехали к родственникам то туда то сюда то сходили в магазин там закупку сделали допустим картошку да тяжелую я не могу дотащить сама вот такой и выходные пролетают вообще иногда просто вечером хочется лечь упасть посмотреть спокойно телевизор и никуда не ходить не выходить и как то вообще не знаю на этих выходных мои собираются на рыбалку пацаны но я наверное не поеду с ними не знаю я хочу хочу отдохнуть и не знаю одна побыть не знаете у меня такой переизбыток общения на работе постоянно люди молчу коллектив такой вот знаете активный женский по большей части женский и еще куча людей вот это в магазине знаете мне иногда просто хочется сесть в тишину погрузиться погрузиться и все ничего не делать хотя дома дел конечно полно вот как то руки не лежат ни к чему не знаю куча дел уборки и всего такого не хочется ничего ничем заниматься пойдемте я вам покажу свой пирог наконец столько слов было про него сказано он выглядит с одной стороны прикольно но с другой стороны не очень он немножечко мне подрумянился вот здесь видите тесто верхушки я не знаю как вот сюда вытащить наверно не вытащится вообще выглядит неплохо конечно если не считать вот эти вот ну на камере вообще черное на самом деле оно не такое как на камере пахнет вкусно там внутри малина а я уже говорила ну если кому интересно я могу снять отдельный рецепт для вас если он получился я первый раз такое делала поэтому малина у меня была заморозки я сама замораживала и мама мне еще давала желтую малину поэтому у меня там красная малина и желтая вот малиновый такой пирог но думаю что вкусно ничего страшного что он немножечко так краешки знаете у меня духовка такая дурацкая сильно шпарит вот этот верх и поэтому она так получилось но здесь вот видите сейчас я так это двину здесь он не горелый вот только вот эти верхушки в принципе их можно срезать не знаю для такого пирога хорошо разъемная форма но у меня ее нет не знаю как-то попытаюсь вытащить нет значит так буду прям в форме резать вот эта форма из фикс прайса она мне не нравится она запах издает какой-то нехороший это наверное может быть не пищевой силикон ну как знаете делают подделки типа пищевой типа пищевой не пищевой и вот прям запах неприятный от нее я раза третий раз наверное в ней пеку за все время она у меня уже несколько лет но я ей не пользуюсь а сегодня думаю для этого пирога неплохой такой вариант формы и вот опять я ее поставила в духовку и опять у нее вот этот запах неприятный я наверное ее выброшу это нехорошо когда такой запах какой-то резины или пластмассы плавленый короче кошмар надеюсь на моем пироге это не отразилось никак туда конечно хорошо разъемную форму я все никак не куплю себе то жалко денег то не знаю что то кажется знаете вот в фикс прайсе видела вот эти формы разъемные но мы сейчас куплю она какая-нибудь попадется не очень качество такого плохого на хорошую денег жалко если честно я не такую уж прям пекарь пару раз что-то испечь не хочется много денег тратить кстати напишите кто брал в фикс прайсе такие формы как они вам нормальные или нет стоит брать или нет в фикс прайсе мне такой болтологический влог я не знаю даже что снимать знаете нечего снимать вы наверное по моим последним влогом так и поняли уже что просто нечего снимать ничего не происходит а если даже что-то происходит там куда-то мы в гости поехали к родственникам я там не снимаю потому что не все любят сниматься не все хотят показываться в моих видео поэтому я не снимаю там и может показаться что наша жизнь очень грустная печальная однообразная вот ну на самом деле это не так просто я не все снимаю не могу вам все показывать я сейчас смотрю на окна и на занавески думаю боже когда же мне руки дойдут а но вообще передают потепление у нас у нас как-то в несколько дней прям холодно так было дожди сегодня вот первый день дождя нету днем голубое такое на улице не видно наверное о и обещают типа как бабе лето у нас будет я наверное вот в этот период займусь окнами перемою окна нужно будет сетки наверное уже поснимать москитные перестираю занавески цветы все перекупаю вот эти свои большие вот к зиме будем готовиться вот как-то так ладно сейчас буду наверно краситься пока есть время до книги у меня сегодня дела не дошли я кстати вчера прочитала первую главу дочитала она довольно таки большая была глава я ее вот за два дня ну как в общей сложности это час где-то полчаса один день и полчаса второй день вот прочитала вот столько книги интересно главы большие поэтому вот у меня на два раза глава ушла как-то так в общем сейчас пойдем шопиться ну не сейчас где-то пока сейчас Кирилл придет пока сделаем уроки часа через полтора-два пойдем вот я знаете мне очень нужны джинсы потому что у меня одни спортивки и еще такие брючки вот эти вот вот такие они тоже типа по типу спортивных тоненькие такие я сейчас думаю похолодает да и они надоели мне я вот каждый день в этих один день в одних другой день в других джинсы у меня голубые в общем пришли в негодность которые я лето только в них проходила и все на работу они у меня испортились и сейчас думаю нужны джинсы мне без них никак и вот сколько дней уже собираюсь думаю поеду в магазин туда-сюда а потом думаю нет сегодня схожу туда в Сокол посмотрю по магазинам что там как там если уж тут что-то не найду буду уже ездить те которые не в шаговой доступности магазина в общем придется ехать туда туда покупать хочу джинсы какую-нибудь кофточку и ботиночки какие-нибудь в общем так обновиться немножко хочу ну надо будет еще детям перемерить ну кириллу вроде бы подходит куртка мы мерили костику может быть что-то надо будет купить еще нужно будет носки купить такой вот ну это уже потом туда позже чуть-чуть попозже сейчас хочу себя принарядить немножко купить себе штаны ладно буду сейчас краситься у меня ежедневный макияж очень даже простой я кстати сейчас брови покрасила волосы красила и брови карандашик у меня для бровей кстати нужно карандаш купить тоже сходить сегодня буду идти мимо в белорусской косметике покупаю всегда карандаши вот такие коричневые может быть сегодня куплю вот карандаш для бровей и щеточкой такой пользуюсь что у меня и тушь люкс визаж тоже белорусской косметики такая тушь у меня щеточка интересная тут с одной стороны длинные щетинки с другой коротенькие чем я еще сейчас пользуюсь это весь мой макияж иногда я наношу когда есть настроение карандаш для глаз у меня синий это 100 летний он уже арифлейм еще когда арифлеймом занималась несколько лет назад вот такой вот синий карандаш слегка я буквально чуть-чуть подвожу глаза и растушевываю у меня такие вот серо-голубые глаза и интересно смотрится этот карандаш мне нравится глаза выразительные такие становятся это редко я делаю а еще есть у меня тушь из фикс прайса кстати неплохая тушь нормальная обычная силиконовая щеточка нормальная тушь но как-то я больше вот эту все-таки люблю сывороткой пользуюсь вот этой для лица крем для лица это вся моя косметика блеску такой есть чуть-чуть еще осталось но как-то я его и редко может быть по вечерам так иногда бывает и карандаш для губ практически каждый день я им пользуюсь это я на зоне по-моему заказывала подвожу он такой вот практически просто подчеркивает губы и все неяркий еще у меня такой есть но я на вечер только такой он уже более яркий карандаш это с алиэкспресс кстати вот такая моя вся косметика у меня есть тут и румяна и пудра и тональники и тени но я на ежедневной основе этим не пользуюсь и все больше нечего показать крем для рук у меня такой классный кокосиком пахнет да вот такой крем я в основном вечером наношу чистая линия легенький такой у меня есть еще вот такая помада не знаю последний раз на новый год наверное наносили она матовая прикольный такой яркий цвет но знаете у меня губы тонкие и немножко неправильной формы тут повыше тут пониже и не могу я четко нанести вот эту матовую губную помаду у меня губы кажутся вообще какие как ниточка еще и искривленные в общем наношу по большим праздникам таким как новый год там такой вот показала вам свою кофематику у меня биби крем тональниками я не пользуюсь иногда биби крем наношу такой и вот такой еще витекс биби флюид в общем вот так пудра ну у меня тут косметика есть но я и не крашусь мне кажется на работу красится неуместно так так прям на работу достаточно просто туши мне кажется ну это иногда вот карманаж наношу что-то яркое делать мне кажется это неуместно вообще для работы на вечер иногда вечером наношу когда кто-то иду или в гости в основном просто тушь в общем так вот ладно буду краситься наношу наношу и в в и в в и в светофор зашла здесь ящиками продаются шампиньоны 109 рублей килограмм там 3 килограмма ящики но они такие большие не хочу такие брать не буду холодно тут взяла вот такую грудинку 119 рублей кусочек тут кстати ящики в этом фикс прайсе тазики гляньте нашла какую ассорти огурцы помидоры 247 рублей только ради банки можно взять банка классная консервы томатной пасты мне не надо еще печенье вот такое взяла 1 килограмм 140 рублей большая пачка вот я и дома на улице такая жара у нас вообще поднялась прям вообще короче меня дома не было три с половиной часа вот это я загуляла так одежду я вам покажу попозже примере в магните взяла по акции 132 рубля были вот такие вот оливки с косточкой и хлеб обычно не помню 34 по моему так ну и светофория печенье вот это взяла уже показывала вам 139 и вот такой кусочек грудинки вышел на 119 рублей вот у меня здесь замаринованное мясо эти голени индейки перед уходом я замариновала сейчас я включу духовочку поставлю мясо и тогда уже примерю свои обновки потому что у нас уже время такое почти 4 нужно приготовить покушать сегодня у меня такой легкий день без готовки как таковой там как бы рыба есть по корону думаю мясо еще сделаю дети особо рыбу не едят поэтому вот так духовку новую присматриваем не знаю когда это будет хотим с конвекцией чтобы было побольше с конвекцией вот поменять потому что это не духовка это не дело и выпечка не получается нормально и вообще хочется большой так уж можно было целую курицу засунуть потому что у нас и на кухне на общей газовая плита газовая духовка но она тоже знаете низ горит вверх сырой в общем там толком не не приготовишь там нормальную еду вот это уже старенькая не знаю сколько ей лет уже даже ее название стерлось вот это она чистая вы не смотрите она просто от старости уже облезла вся в общем потемнела я ее мою регулярно поэтому так так надо ее отодвинуть так вот целая процедура уже снимать с нее так выключаем и ждем так пока греется духовка я короче сейчас примерю обновки самой не терпится так и как раз по ценам вам скажу что сколько стоят джинсы и не за лоферы наверное называются в общем сейчас покажу что я купила джинсы первые которые я мерила я их взяла первыми и знаете как говорят первые выборы это сам правильно обычные джинсы зауженные к низу широкие мне не понравились я понимаю что мода сейчас такая на широченные вот эти джинсы ну я сужу не по моде а по удобству как мне удобно и как мне нравится больше поэтому взяла за ужин так цена так цена цена где ее цена господи господи куда я делаю чек сейчас куда делать чек вот он это магазин фам шоп и там если платишь картой то 10 процентов скидка так господи столько чеков а вот джинсы 1749 и обувь женская 1149 сейчас покажу хотела без шнурков но не было моего размера нормальных вот такие вот взяла напишите как вам смотрю ходят в таких ну раньше знаете как мода возвращается раньше тоже ходила в начале двухтысячных да типа типа таких вот ботиночки были взяла под джинсы думаю почему нет у меня кроссовки и ботинки которые знаете вот высокие такие такого вот ничего нет как раз сейчас вот ходить кроссовки уже надоели в общем сейчас я примерю оставайтесь со мной в общем примерила я обновки джинсы и вот такие ботиночки мне кажется неплохо смотрятся напишите как вам так непривычно после кроссовок ковбой мальбора блин на каблучке такие ну мне кажется нормально джинсы это были лучшие из тех которые я мерила там были еще бананами тоже не захотела не мое это не люблю я может быть можно привыкнуть к ним но как-то мне мне больше такие по нраву узенькие заужены мне кажется я так стране как-то выгляжу вот в общем такие вот обновки кофточку хотела себе но ничего не нашла там там или с блестками или какой-то трикотаж синтетика в общем не нашла я никакую кофточку себе потом потом следующий раз буду присматривать что-нибудь главное джинсы взяла и обувь прикольно конечно после кроссовок вообще кажется неудобно и в принципе они удобные достаточно просто жесткие кроссовки они такие мягенькие привыкла в кроссовках гонять теперь до работы ходить я там уже переобуваться опять в кроссовке потому что работать в них конечно точно будет неудобно в общем так все мясо я поставила в духовку сейчас переодеваюсь и буду потихоньку накрывать на стол хочу немножко такой сделать семейный ужин пятница сегодня хоть и особо таких блюд нету праздничных каких-то торжественных но все равно хочется по семейному посидеть поужинать поэтому что там металлолом я думаю что это такое машина постоянно ездит у нас принимаем металлолом аккумуляторы там стиральные машины голос голос такой еще вот ладно все довольны пока не буду снимать сейчас муж приедет скажет примеряй опять так буду ходить расскажу а ну-ка ведрох тут открой ой я чуть-чуть набрала надо еще набрать все может другое тут вот бы на лодке поплавать так а мы один раз плавали смотрите сейчас сапоги наберет а мы один раз простое плавали нет на такой лодке теплоход был сейчас марина берет воду не базар мы не тряп не 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 сейчас мы первые никого нет пришли на фильм 3000 лет желаний а куда ты пошел седьмой ряд и вот ты стоишь на нем разве не проще посчитал 6 7 на верху нету восемь девять потому что в середине все любят сидеть ай ну все включайте мы уже готовы корни купить колу еще эти книги Субтитры сделал DimaTorzok Первый раз, она укусит меня, сейчас укусит Первый раз в жизни, сука, блин Возьми вот так, я тебе сфоткала Да возьми ее за голову вот так Блин, у меня ничего не ловится Не растет кокос, блин Щука, да? Да Ну, конечно, стено кидает Я думала, ушла, а все Так кто же знает, что столько рыбы Камеру вызвали Маленькое видео взяли бы Это те, которые первый раз плодят А, нет, другой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok